Всем привет! Вы на канале ТопАрми. Все больше стран репортируют золотые резервы после введения западом санкций против России. Это ускорит наступление многополярной эры, поскольку Америка теряет свой самый ценный актив – доверие мира. На фоне многочисленных разговоров о новых торговых сделках, доминированных в юанях и инвесторах, ищущих альтернативы доллару в качестве резервной валюты, недавний опрос руководителей центральных банков и управляющих суверенными фондами благосостояния дают новое представление о соотношении сил в мировой экономике. Как показало опубликованное на этой неделе ежегодное исследование Invesco Global Sovereign Assist Management, благосклонение всего респонденты относятся к золоту, что подтверждает его статус безопасного актива во времена инфляции, рыночной волатильности и геополитической неопределенности. Однако еще более пронзительным, чем переключение на золото, стало сообщение центральных банков о репатриации золотых резервов из-за рубежа в 2022 году. Таковых хранили у себя 68% стран. Сравните с 50% в 2020 году. Цена на золото может расти и снижаться, но сам факт его возврата центра банками говорит о растущем дефиците менее осязаемого, но при этом куда более ценного глобального актива доверия. Как и в случае с потерей долларом статуса мировой резервной валюты. Репатриация золота вызвана спровоцированным Америкой захватом чуть ли не половины хранящихся за рубежом российских валютных резервов на 640 миллиардов долларов. Независимо от отношения к конфликту и лично Владимиру Путину, репатриация мировых золотых запасов говорит о значительных долгосрочных последствиях сложившейся ситуации, которая выходит далеко за пределы Восточной Европы. Раз центральные банки больше не доверяют другим государствам хранения запасов драгоценного металла, то в их глазах из шерифа глобального капитализма США превращаются в рыцаря легкой наживы. Как и в случае с долларом, смещающееся равновесие мировых золотых резервов подчеркивает глубину зависимости глобального капитализма от призрачной политической веры и стабильное функционирование американского государства. Учитывая важность управления мировой экономикой для поддержания гегемонии США, стоит спросить себя, с какой целью они вообще замораживали российские активы? С чего Вашингтону рисковать статусом главного арбитра мировой экономики? Несмотря на то, что американцы не могли не отреагировать на российскую СОН на территории страны-союзницы Запада, нетрудно предположить, что они, тем не менее, вполне могли отклонить требования о замораживании российских активов. Публичных оправданий для такой политики можно было привести сколько угодно. Необходимость сохранения рынка, глобального капитализма, порядка, основанного на правилах или чего-либо еще, и при этом в честном порядке в полголоса объяснить необходимость сохранения статуса доллара. А что по этому поводу думают зрители канала Топарми? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Топарми не заканчиваются, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с Вами прощаюсь, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok